Всем привет из Франции, с вами Александр. Сегодня мы вновь посетим остров Сан-Маргарит, остров Святой Маргариты во Франции, который находится совсем рядом с городом Каны на юге Франции. И сегодня вашему вниманию представится очень заманчивое, очень старинное кладбище, которое находится на этом острове. И оно окутано какой-то прям загадкой, какой-то тайной. Мы его посетим, я вам покажу наглядно, какие там даты на памятниках. А на втором кладбище, которое находится совсем рядом, там вообще нету никаких памятников. Немного я вам расскажу в двух словах официальную версию. Пишите в комментариях вашу версию и ваше мнение по этому поводу, будет очень интересно. А также мы посетим единственную улицу на этом острове, где проживают около 10 человек всего, и вы увидите эти красивые прекрасные домики. Вот такой вот на кладбище. Но походу здесь уже, видите, остались только небольшие такие обозначения камнями, что это могилы. Очень старое кладбище здесь, и нет уже даже памятников. Возможно, их убрали специально, неизвестно. Считается, что это могилы 600 мусульман, которые были в заточении во время, кстати, того момента, когда был и заточен человек с железной маской здесь, в форте Рояль. Я уже делала видео на эту тему. У меня есть ролик. Поищите, там есть информация про этот форт Рояль. В сан-остров Святой Маргариты вы найдете дополнительную информацию, дополнительные сведения об этом форте. Очень интересно послушать. На этом кладбище похоронены 600 человек, мусульман. Это, как правило, правители и их семьи. Этот форт являлся ранее тюрьмой. И как нам преподносит официальная история, эти правители Туниса и Алжира содержались именно здесь. Ну и здесь они, конечно, и похоронены. Странно, не правда ли, что здесь нету памятников? Вот только на входе два камня. Это вход. И все. Еще мне показалось странным, что здесь не растет растительность. Очень-очень маленькая. Возможно, там какое-то каменное плато. Может быть, это вообще не кладбище, а там что-то скрывается от нас? Посмотрите, какое кладбище. Ни одного памятника нету. Ни одного. Очень странно. Не правда ли? А вон, правда, один есть. Один у нас все-таки есть. Камень. Сейчас я подойду, посмотрю. И вот там вот уже более новое кладбище дальше, которое идет. Так, сейчас мы посмотрим этот памятник. Что здесь выгравило вновь? Мусульман. Мортпуха. Для Франции. Ого. Мусульмане, которые умерли. Для Франции написано. Видали? Может, это есть мусульманские памятники? Снесли специально, чтобы не было видно, что это мусульмане здесь похоронены. Неизвестно. Вот это более новое кладбище, но оно, походу, закрыто. Да, закрыто. Французское кладбище французов, которые погибли, внимание, при Крымской войне. То есть, они были ранены в Крыму. И сюда их перевезли на лечение, на этот остров, где они в итоге умерли. Сейчас я вам покажу памятники, и тоже на них очень большая странность. Военная Геодюкхиме. 1854-1856 года написано. Томбе. Мерши. Оно открыто. Сейчас я зайду. 1893 год. Эта колонна, такая античная, символ того, что, возможно, империю, вот эту мощную цивилизацию разрушили. Стоит такая вот колонна, которая полуразрушенная. И вот написано, что это память о французах. Какой ветер сегодня поднялся. Память, дословно перевожу, память о 30 военных французах, которые умерли в 1856 году на острове Святой Маргариты вследствие полученных ранений в Крыму. То есть, вот эта война за Крым, она велась. И очень странно, что меня смущает, что 3000 километров находится отсюда Крым примерно, да? И вот этих вот раненых, тяжелораненых солдат перевезли именно на этот остров в больницу. По Франции множество больниц. Я думаю, в Париж тоже не уступал. И довольно-таки большое количество больниц, которые на материке, грубо говоря, не на острове есть. Почему их перевезли сюда? Большой вопрос. Это раз. Во-вторых, возможно, если они умерли на этом острове, а посмотрела я даты, в течение где-то плюс-минус 5 дней, все сразу, то, возможно, здесь было какое-то сражение в эти годы. Может быть, 1856 год, может быть, другой год вообще было сражение какое-то. И здесь именно они умерли. Вот эти тоже 600 мусульман, которые рядом похоронены. У меня тоже много вопросов оставляет. Почему именно они здесь похоронены? Почему именно здесь их хоронили? Возможно, да, на материках не хотели перевозить, хоронили тут сразу на острове, возможно. Их держали в заточении. А есть информация о том, что это были правители Туниса, Алжира и других стран, на тот момент очень развитых стран, потому что все-таки та цивилизация, она была, как знаете, очень развитая. А также даты. Обратите внимание, даты на памятниках. Здесь написано, что умер в 1856 году. А вверху даты замазаны белой краской. И даты Первой мировой войны 1914-1918 года. На некоторых памятниках эти даты видны очень плохо уже, но вот на этом конкретно памятнике она видна очень и очень хорошо. Обратите на это внимание свое. Вопрос. То есть люди умерли, их похоронили, и тут потом сверху еще на этих памятниках плюс набили даты, либо поставили чьи-то кресты, вот эти шпаги, со старыми датами и набили новые задним числом. Ну, вообще все как-то очень не вяжется. Пишите, пожалуйста, ваше мнение на этот счет. Везде одинаковая дата, по-моему, практически 19 июля, 18 июля 1856 года. Ладно, будем отсюда выходить, потому что очень сильный ветер. Просто жесть. Теперь посещение кладбища. Мы шли фонем, приятными видами, пейзажами. Я вам покажу остров, вы посмотрите. А самое главное, мы прогуляемся по единственной улице, которая находится на этом острове. И вы посмотрите, какие здесь простенькие домики. И, может, что-то очень интересное заметите. Сейчас мы с вами идем по дороге к этой улице. Здесь тоже можно наблюдать остатки какого-то древнего строения. Кладка вон там каменная. И здесь остатки камней, кирпичей видны. Там виднеется форт Рояль. Также, чем примечательный этот остров, во-первых, нельзя курить. Это очень хорошо. И здесь установлена колонка. То есть всегда есть вода. Кстати, очень вкусная. Мы ее пили здесь всегда, когда приезжали прямо из колонки. Все было в порядке. Поэтому остров, Средиземное море, где еще есть и источник пресной воды, это просто рай. Вот информационное табло показывает, что здесь водится много различных летучих мышей. Итак, мы пришли на единственную улицу. Табличка гласит о том, что Эмиль Фабр, женщина, которая жила здесь, написано «Историк и критическое искусство», которая жила 1888 год, опять эти три восьмерки фигурируют, по 1969. И написано, что благодаря ей остров Святой Маргариты стал наследием кануастцев, то есть людей, которые живут в городе Каны. Поэтому она внесла такой вклад. И в 1997 году это было зафиксировано. Единственная улица, которая находится на этом острове, с домами жилая, она находится лицом к городу Каны, то есть на северной стороне острова. На южной стороне острова находится вилла, принадлежавшая богатому индийскому шейху, по-моему. И она сейчас выставлена на продажу. Конечно, французы хотят, чтобы эта вилла перешла в собственность государства, и они могли ее посещать. Тем более она представляет огромный исторический интерес. Она находится на бывшем городе Звезда, крепость Звезда. Поэтому, конечно, представляет большой исторический интерес и государственную ценность. Поэтому они собирают подписи для того, чтобы государство выкупило эту виллу. Выставлена она на продажу в районе 20 миллионов евро. Вот так живут на этом острове. Небольшая маленькая улочка, состоящая из домов. Ресторан даже есть. Простые небольшие домики. Почта. Почтовый ящичек. А вот, кстати, интересная вещь. Это старая прачечная. Есть в каждой французской деревне вот такие ванны. Но здесь нету почему-то источника. Обычно тут источник всегда. Навес присутствует, как здесь, видите. И обычно вот здесь всегда бьет источник. Но почему-то здесь его нету. Сушатся рыболовные сети. В этих ваннах раньше стирали белье. Это была общественная прачечная. В каждой французской деревне это есть. По крайней мере, на юге Франции. В других регионах не была, не видела. Но вот именно на юге Франции это очень актуально. Вот такая общественная прачечная, как они называют, старая. Конечно, ее уже никто не пользуется. Которая состоит из таких ванн. Вот так живут жители этого острова Сан-Маргарит напротив города Канны. Профессиональные рыбаки написано. Возможно, здесь можно и рыбу купить. Небольшие такие участки огорожены. Может быть, для будущих домиков. Наверное, сейчас этот остров активно застроится все-таки. Потому что очень много огорожено территорий. Куплено участков, я так думаю. Такой интересный забор и калитка. Очень все просто. Самые простые домики. Ну, я думаю, внутри там, конечно, хорошо и красиво. Но одно то, что люди живут на острове. В принципе, вблизи цивилизации. Это, конечно, здорово. Чистый воздух. Нет абсолютно здесь ни одной машины. Ни одного автомобиля. Вы видите, вы видите, мандарины выращивают. Благодатный климат. Я думаю, благодатная почва здесь тоже. Вот, форт-руяль, музей. Но, к сожалению, он сейчас закрыт. Очень интересно здесь, конечно, побродить, походить. Здесь стоит огромная лодка, катер, яхты. Не знаю, как хотите, называйте. Выход тоже к морю. Тут ничего не видно. Смотрите, вы идете по улице, и над вами возвышается нос этой яхты. Прямо посреди улицы он выпирает. Очень необычно. Не правда ли? Справа видно, что находится старинный домик. Видно, что он сделан из камня и сверху заштукатурен. На нем сохранились вот эти атмосферные решетки выпуклые, выпеченные, как я их называю. Прямо можно с этого домика прыгнуть на нос яхты, обратите внимание. И здесь, видите, находится старинный, скорее всего, это колодец. Потому что в зарослях я в прошлом видео про этот остров Сан-Маргарит показывала. Колодец такой глубокий, который огорожен. Наверное, скорее всего, он тоже является колодцем. И единственная жилая улица в итоге упирается в Форт Рояль. В Форт Звезду. Вы можете глянуть мой ролик про него. Остров Святой Маргариты Прошлой. И вы его рассмотрите внимательно. Стены и рядом еще другие звезды, которые находятся к нему впритык. Конечно, мы не последний раз на этом острове. Мы еще вернемся, когда откроют Форт после карантинных мер. И посетим его внутри. Там находится музей моря. Здесь сохранились некоторые артефакты. Я вам все покажу. То чувство, когда идешь одна по острову, практически необитаемым. Потому что здесь живут на самом деле пару жителей всего лишь. И через несколько минут, можно сказать, десятков минут, уходит последний катер. Все уже люди находятся там на пристане. И я сейчас отправляюсь туда. Ну а здесь только Форт и больше никого. Это чувство обалденное. Вы идете одна по острову. Вокруг никого нет. Все туристы ждут на причале, на пристане, свой катер последний, который отправляется в 17 часов с этого острова в город Кан. Город Каны. И вы идете одна. Здорово. Конечно, в этих домах внизу тоже живут люди. Но их очень и очень мало местных жителей. Зонтичные сосны. Очень красивая у них такая вот кора. Посмотрите, красота. С небольшими каменными скамеечками. Какие шишки красивые, смотрите. Тут заросли кустарника. Какая большая, крупная сосна. Видите, тамарука. У него такой большой, широкий ствол. Такой небольшой променад. Дорога вдоль моря. Очень здесь прелестно, красиво. Кто любит пешие прогулки, очень рекомендую приезжать сюда, на этот остров. Кто живет поблизости, либо приедет на вакансии, в отпуск провести во Франции, рекомендую это место. Смотрите, сколько дерева моря навыбрасывало. Вот такая причудливая форма. Сделали они скамейку небольшую. Посмотрите, какие красивые цветочки. Конечно, природа здесь шикарная. Как на юге Франции, так и на этом острове. Здесь сохранился такой небольшой уголок дикой природы, где большая и флора, и фауна. Стоит, конечно, сюда приезжать почаще, кто живет рядом. Конечно, пляжи здесь не песочные, но все-таки очень красивая местность. Если вы приобретете обувь для ходьбы по камням, в принципе, здесь комфортно. Так что приезжайте и проводите свои прекрасные дни по возможности именно на этом острове, на юге Франции. Надеюсь, вы получили удовольствие от просмотра моего ролика. Пожалуйста, подписывайтесь, кто еще не подписался. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Ваше мнение для меня очень важно. Также пишите ваши теории, предположения. Очень интересно послушать, что вы про это думаете. Привет подписчикам! Всем хорошего настроения и пока-пока!